ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ НА ЮТУБЕ Я ЗАЖГУ СНЕГРИТЯНКОЙ НА КУБЕ Как минимум вы узнаете, что вас ждет в самом начале игры и что более-менее эта игра из себя представляет. Надеюсь, это видео окажется вам полезным. Погнали! Завязка игры довольно-таки тривиальная. Мы узнаем историю мира Моголан, на который упал огромный метеорит, и кроме разрушения он принес с собой таинственный элемент Элекс. Элемент этот обладал особыми свойствами и мог заставить технику работать или надевить человека магическими способностями. Однако люди от него лишались разума и становились зависимыми, как настоящие наркоманы. Отношение к Элексу разделило людей на четыре фракции. Это изгои, для которых самым важным являлась свобода, наркотики и радость жизни. Вторая фракция это клирики, которые используют Элекс для достижения технических высот, но кроме того являются религиозными фанатиками, которые пытаются обратить всех вокруг свою веру. Третья фракция это берсерки, которые верны традициям и закону и решили полностью отказаться от техники и используют только магические свойства Элекса для сохранения природы. И четвертая фракция это альбы. Люди, которые смогли совладать с действием Элекса и не сойти с ума. В итоге Элекс наделил их невероятной силой, но полностью лишил эмоций. От действия Элекса кожа их стала совершенно белой, и они были абсолютно безжалостны по отношению ко всем, кто стоит на их пути для получения большего количества Элекса. И наш главный герой принадлежит именно к этой фракции. Тут стоит сразу сказать, что Пиранья Байтс впервые отошли от своей концепции безымянного героя и дали нашему герою имя. Командор Джакс. Командор Джакс отправляется на какое-то одному ему ведомое задание, и во время этого задания его корабль сбивают. При этом ему удается выжить после страшной катастрофы, он спокойно выходит из корабля и пытается связаться, видимо, со своим командным центром. Однако все оказывается не так просто, как хотелось бы. Откуда ни возьмись, появляется таинственный человек по имени Калакс, который сообщает нашему герою, что он провалил какое-то одному ему ведомое задание. Калакс напоминает нашему главному герою, что в случае неудачи и провала задания, к провинившемуся не проявляется никакой снисходительности. И таким образом мы с вами видим, насколько Альба безжалостный и наживаем своего первого кровного врага. Но, как вы понимаете, наш главный герой не так-то просто, ему удается выжить после выстрела в упор. Какое-то время он валяется без сознания посреди леса. Этого времени, однако, достаточно, чтобы какие-то пришлые мародеры успели украсть у него все оборудование, все оружие и броню. Но при этом они были достаточно с ним милы, чтобы оставить его хоть в какой-то одежде, и на этом спасибо. И вот таким образом, Джакс остается один, без оружия, без брони, на вражеской территории. И после этого начинается игра. Как я уже говорил в самом начале, и как вы видите, завязка игры довольно-таки тривиальная. Однако, я не могу назвать ее неинтересной. Как минимум, мне очень интересно узнать, как сам Джакс теперь будет относиться к Альбам. И кто же все-таки сбил его корабль. А теперь давайте-ка поподробнее посмотрим на геймплей в самом начале игры, однако, сразу хочется сказать пару слов по поводу графики. Насколько вы, возможно, знаете, Piranha Bates никогда не славилась отличной графикой в своих играх, и тем более это касалось анимации. Дело в том, что они не используют технологию захвата движений, а рисуют всю анимацию вручную, что является довольно-таки устаревшей технологией. Однако, мне бы хотелось все это назвать просто нытьем. Да, графика Эликс местами выглядит действительно устаревшей. Однако, общее впечатление она производит довольно-таки хорошее. Я не могу сказать, что здесь графон какой-то очень крутой, но, к примеру, работа с освещением проделана неплохая. Ну и самое главное, братвак, тоже играет в такие игры ради графики. Поэтому забейте и наслаждайтесь геймплеем, который мы постараемся сейчас разобрать как можно подробнее. С боевой системой нас знакомят практически в самом начале игры, ибо мы встречаем довольно-таки быстро больную и агрессивную мега-крысу. Из подсказок мы узнаем, что у нас есть два типа атак, быстрая и тяжелая, которые при этом можно объединить в комбо-чередуя. Кроме того, у нас есть специальная шкала комбо, которая при заполнении позволяет провести серию ударов. При этом выбор целей атак происходит автоматически, что, надо сказать, немножко неудобно при схватке с несколькими врагами. Также у нас здесь есть показатель стамина, за которым надо обязательно следить во время боя. Хочется сразу сказать об управлении. Я нахожу его немного куцем, однако к нему со временем можно привыкнуть. К сожалению, в самом начале игры она будет созвать проблемы как в боях, так и с перемещением по миру. Обучающая глава достаточно быстро заканчивается, и мы, наконец, выходим в этот огромный открытый мир, где начинается наша первая глава путешествия. Теперь давайте посмотрим с вами на специальное меню, в котором у нас есть характеристики, инвентарь и все, что касается нашего персонажа. Характеристик у нас всего пять штук, и они довольно-таки стандартные. Описание, на что они влияют, вы можете посмотреть справа. При достижении нового уровня вы получаете 10 очков, которые можете распределить между своими характеристиками. Следующее меню — это меню способностей, с которыми дело обстоит несколько иначе и сложнее. При достижении нового уровня вы получаете 1 очко обучения, однако, чтобы выучить хоть какую-то способность, которых здесь огромное количество, вам необходимо найти учителя, который сможет вас обучить необходимые способности. Узнаете старую добрую готику? Если честно, вот до этого момента я в игре так и не добрался. Теперь давайте посмотрим на меню оружия, из которого мы узнаем, что оружие делится на несколько типов. Это одноручное, двуручное, огнестрельное и тяжелое. Кроме того, здесь есть мае, которое также, видимо, относится к оружию. Ну и в следующем меню мы можем посмотреть наличие боеприпасов и их количество. Далее у нас идет меню брони, которое делится на голову, торс, ноги, руки и даже шею. Если честно, броню я также еще не достал, поэтому не очень представляю, что можно, например, надеть на шею. Следующее меню — это, собственно, инвентарь, где будут отображаться все наши предметы. Это зелья, видимо, какие-то препараты. Еда, которая повышает нам здоровье и, возможно, оказывает какие-либо другие эффекты. Растения, которые, видимо, нужны для крафта, например, тех же зелий. Инструменты и ключи, которые я пока не очень понял для чего. Материалы, которые, опять же, нам, как я понимаю, нужны для крафта. И прочее. Видимо, это не очень нужные предметы, которые можно, например, продать. Также тут есть обоцветы, которые тоже пока для меня являются загадкой. Далее мы переходим в меню, где мы можем посмотреть задания и наши цели и выбрать активные задания, которые будут отображаться на карте. Рядом у нас находится список заданий, которые мы уже прошли. Потом тексты, видимо, это какие-то записки, которые мы можем найти. Рецепты, которые, как я понимаю, нужны для крафта. Опять же, аудио-журнал, видимо, какие-то аудиозаписи, которые мы можем находить. И предметы, которые нам, видимо, нужны именно для какого-то конкретного задания и не хранятся в инвентаре. Ну и, собственно, тут есть, конечно же, карта, в которой мы можем оценить огромный масштаб этого мира. Понять, что у нас здесь есть несколько биомов и просто поразиться еще раз размером, братва, такого здорового мира я давно уже не видел. Видимо, нас ждет огромное количество приключений. Я надеюсь, что это будет все интересно и будет интересно его исследовать. Теперь давайте же поговорим о системе диалогов. Чуть позже мы встречаем одного прекрасного берсерка, который вырубает нас, видимо, просто из соображений собственной безопасности. Но позже подает нам руку помощи и мы начинаем свой первый диалог именно с ним. К сожалению, из-за того, что я, опять же, мало играл, я могу только заметить некоторые вещи, но на что они конкретно влияют, подробно я вам не расскажу. Во-первых, наши ответы влияют на отношения, как я понимаю, собеседников к нам. То есть, вот видите, написано «Дура сценит это» и, видимо, мой ответ ему понравился, раз он его оценил. Я надеюсь, что это как-то будет развивать отношения между персонажами в игре, там, может быть, вашими сопартийцами. Мне это было бы очень круто. Кроме того, некоторые ваши ответы могут повлиять конкретно на личность вашего персонажа. То есть, как вы видите, есть надпись «Холодность снижено». Видимо, это означает, что хладнокровие мое понизилось. Я отвечаю более эмоционально. В эту тему я немножко углубился и вычитал, что это будет влиять на количество возможных ответов в диалогах. Поэтому будьте внимательны, когда их выбираете. Уж не знаю, есть ли в игре возможность сбалансировать между хладнокровием и эмоциями, потому что именно так я хотел бы играть. Либо нам нужно будет обязательно выбрать путь либо эмоционального чувачка, который отошел от культуры Альп, либо хладнокровного Альба, кем мы, собственно, и являлись в прошлой жизни. Конкретно этот персонаж, которого зовут Дуроск, он является берсерком и, по моему мнению, достаточно милым парнем. Может вам рассказать много полезной информации про каждую из фракций. И, кроме того, дать вам инфу, кто мог взять ваше снаряжение, пока вы валялись в отключке. Поэтому обязательно поговорите с ним и спросите обо всем, о чем только можно. Тут же хочется обратить внимание на одну неприятную особенность поведения NPC. Можно, наверное, даже назвать это багом. Иногда они просто застревают в местах, в которых по скрипту они должны с тобой поговорить. И ты идешь, они за тобой не следуют, приходится вернуться назад, чтобы с ним запустить диалог. Мелочь, конечно, но неприятно немного. Небольшие проблемы есть также у оператора игры, который иногда выбирает какие-то очень странные ракурсы. Но из приятного, что я мог заметить, игрушка иногда подкидывает вам выбор, как дальше будут развиваться события. К примеру, у вас есть возможность пойти поискать пропавших клириков, либо забить и продолжить свой путь. Если вы выбираете более трудный путь, то вы, естественно, будете вознаграждены там дополнительным опытом, какими-то плюшками, лутом и так далее. Ну и, конечно же, более глубоко исследуете мир игры, что я считаю главной наградой. Поэтому я крайне советую вам не бояться трудностей. При этом слишком смелым тоже быть не стоит. Не забывайте, большинство врагов в самом начале вас будут убивать буквально с двух ударов, а то и с одного. Поэтому оставьте это дело, к примеру, вашим сопартийцам, которые вполне легко с ними могут разобраться. Имейте в виду, мир игры поощряет любопытство и исследование. Поэтому не спешите следовать за NPC, который зовет вас дальше по квесту. Побегайте по локации, поисследуйте. Вы наверняка найдете какие-то полезные предметы, зелья, валюту, которая здесь называется эликсит. И просто поближе познакомитесь с игрой и ее миром. Поможет в исследовании мира и доступе к труднодоступным местам вам одна замечательная штука, которую вам выдают практически в самом начале игры. Это вот этот вот замечательный джетпак. С помощью него вы сможете забираться в достаточно труднодоступные места, смягчать свое падение, убегать от врагов. И вообще эта штука действительно влияет на сам геймплей довольно-таки сильно. И я очень рад, что нам ее вот в самом начале игры выдают. К сожалению, в самом начале игры можно встретить сундуки, которые, например, вы не можете открыть, так как у вас недостаточно навыков. Но это, к примеру, побуждает нас вернуться туда, где мы уже были, чтобы исследовать это место до конца. По-моему, это круто. Несмотря на то, что игрушка поощряет исследования, будьте осторожны, так как мир игры очень опасен. Вы можете встретить действительно опасных врагов, с которыми вы ничего не сможете сделать. Они вас просто заваншотят, и вам придется загружаться. Также стоит упомянуть о системе фаст-тревела, которая есть в игре. Это вот такие вот телепорты. К ним нужно подбегать и активировать. И после этого вам станет доступен фаст-тревел только из этого телепорта в какой-либо другой уже открытый телепорт. У вас не получится быстро путешествовать из любой точки, там из города в другой город. Если вы не открыли рядом какой-то телепорт, поэтому будьте внимательны, ищите их и не забывайте активировать. А теперь давайте немного поближе познакомимся с миром игры. Очень скоро, если вы будете следовать за Дурасом, вы придете в свой первый город. Город называется Голиэт. И вам на самом входе уже объяснят законы, что здесь лучше не вынимать оружие, так как вы довольно-таки подозрительный тип с еще не очень устоявшейся репутацией. Попросит чтить законы берсерков, так как город принадлежит именно этой фракции, и намекнут на то, что вам неплохо бы поговорить с вождем. Собственно, сам вождь вам расскажет, чтобы для того, чтобы повысить свою репутацию во фракции, вам нужно выполнять задания и помогать жителям города, у которых огромное количество проблем и нерешенных трудностей. Вы можете также отправиться и по другим заданиям, которых у нас уже приличное количество набралось, однако я решил продолжить достаточно стандартный путь и выполнить какое-нибудь задание, которое найду в городе. Таким образом, как я понимаю, я буду поднимать свою репутацию у берсерков, и рано или поздно они начнут считать меня за своего. Как и во всех играх Piranha Bytes, вы не сможете существовать и играть отдельно от фракции, то есть рано или поздно вам придется сделать выбор и примкнуть к одной из них. Это, однако, не будет влиять на основной сюжет игры, который будет развиваться параллельно. Пока, если честно, я не очень понял, можно ли прямо в самом начале игры пойти к изгоям или к клирикам и присоединиться сразу к ним. Возможно, этот выбор нам будет дан попозже. В любом случае, я думаю, что поначалу придется повыполнять какие-то задания у берсерков, потому что у вас просто нету никакого оружия, у вас нету денег, у вас нету снаряжения, а вам как-то надо его найти и добыть. Поэтому я отправился вот к этой замечательной женщине, которую зовут Синда, и у нее постоянно трясется грудь, непонятно почему. А сейчас, внимание, будут спойлеры, так как будет краткий, быстрый пересказ того квеста, который я для него выполнил. Женщина сказала, что у нее большие проблемы с провиантом, так как клан, который обеспечивал ей сопровождение доставки провизии, больше ей не помогает, и она не знает почему. Я пообещал, что поговорю с вождем клана и выясню, что же произошло. По дороге я встречал чувака, который был берсерком, но при этом попытался купить у меня оружие клириков, которое я нашел ранее, но я чту законы берсерков и поэтому послал его подальше. Добравшись до вождя клана, я спросил, почему он больше не хочет помогать Синди, на что он ответил мне, что всю его предыдущую группу, которая сопровождала провизию, перебил тролли, он больше не хочет терять своих людей. Вернувшись к Синди, я объяснил ей ситуацию, на что она сказала, что, видимо, придется просить помощи другого клана, и назвала мне имя вождя, с которым я должен поговорить и попросить его о помощи. Новый вождь, в свою очередь, понял, что его людям будет угрожать опасность, и попросил меня достать технологию, которая запрещена у берсерков, и которая при этом поможет обезопасить его людей. Найти эту технологию можно только в яме, куда они скидывают все электронные вещи, которые у них запрещены. Впервые я согласился нарушить закон берсерков, так как особого выбора у меня не было. Охрана не пропустила меня в яму, поэтому мне пришлось искать обходные пути. С помощью своего джетпака я без проблем смог попасть в яму и найти то, что мне нужно. После того, как я отдал технологию вожде, он сообщил мне, что без проблем теперь поможет Синди. Синди была очень рада и спросила, сколько она мне должна за помощь, на что я ответил, что пусть она сама решает, и она отдала мне два платежа, которые полагались предыдущему клану за помощь. При этом ее сиськи продолжали трястись вне зависимости от ракурса. Примерно так выглядел мой первый квест, братва. И несмотря на то, что он с первого взгляда кажется довольно-таки примитивным, пойди туда, принеси то, мне он тем не менее понравился. Дело в том, что я начал чувствовать, что я приношу пользу фракции, что я живу ее жизнью. И конечно же это именно то, что мы ждем от игр компании Piranha Bytes. После выполнения квеста я решил проверить, насколько этот мир открытый и что нас в нем ждет. Сагарив на себя кучу мобов, я встретил какого-то изгоя по имени Бигби. После того, как он разобрался с мобами, я поговорил с ним и он рассказал мне, что он ждет здесь какого-то продавца, который барыжет технологиями из ямы. Он пожаловался, что продавец уже давно не появляется, а ему все еще нужны эти технологии. Поэтому он предложил мне работу, чтобы я достал ему парочку вещей, за которые он сейчас разоплатит. Я согласился, но не знаю, буду ли я выполнять этот квест, так как это может повлиять на мое отношение с фракцией берсерков. Позже я поставил рандомную точку на карте, так как мне было интересно узнать, смогу ли я до нее добраться. По дороге я встретил более агрессивно настроенного изгоя, который начал стрелять в меня какими-то ракетами. Попытавшись от него убежать, я потерпел неудачу и он меня прикончил. Позже, обойдя этого изгоя, я дошел до какого-то озера, где попытался выяснить, можно ли нырять под воду, и выяснилось, что нет. Зато я видел страшных мобов на берегу и всячески пытался избежать встречи с ними. Позже я набрел на какое-то место, которое источало ядовитый газ. Чуть не задохнувшись, я еле-еле успел убежать оттуда. Убегая, я заметил какого-то раптора, который явно хотел меня убить. Преследуя меня, раптор на пути встретил местных жителей, которые начали с ним сражаться, пока я в страхе убегал. Позже я наткнулся на какое-то индустриальное строение, и вот здесь вот я хочу немножко остановиться и порассуждать с вами о сеттинге. Если вы вдруг не знаете, в игре представлено аж целых три сеттинга. Это такой стандартный фэнтезийный, который представлен землей берсерков. Это такой постапокалиптический мир, который мы можем увидеть на земле изгоев. И это научно-фантастический мир, который мы можем увидеть на земле клириков. Подобный эксперимент является довольно-таки смелым со стороны компании Piranha Bytes. Однако эти сеттинги не совсем хорошо смешаны. То есть ты бежишь, натыкаешься на что-то такое, что совершенно не подходит этому миру. И думаешь, какого хрена это тут делает вообще? Иногда это просто сбивает с толку, и это немножечко портит атмосферу. Однако я не стал бы делать поспешных выводов и дал бы игре шанс вовлечь нас вот в такой интересный и необычный мир. Возможно, скоро мы сможем к нему привыкнуть и даже получать кайф от того, что очень сильно отличаются биомы, очень сильно меняется обстановка. Однако не могу не согласиться с утверждением, что для некоторых этот вопрос все-таки останется спорным, так как начинаем мы игру в таком стандартном готинг-сеттинге, потом начинается какой-то Fallout, потом у нас научная фантастика. Для многих это может показаться немного неуместным миксом. Однако я все же дам игре шанс вовлечь меня в свой мир. Ведь это все еще игра от Piranha Bytes. А Piranha Bytes, как известно, умеют делать миры и вовлекать в них. И думаю, на этой смерти от рук изгоев я закончу свой первый взгляд-обзор. Не знаю, называйте как хотите. Надеюсь, что хоть как-то это видео было вам полезно, чтобы определиться. В конце резюмирую, кому я рекомендую эту игру. Я настоятельно ее рекомендую тем, кто любит старые RPG. Тем, кто любит игры от Piranha Bytes и наслаждался готиками. Тем, кто любит в целом огромные интересные миры. Игрушка не без недостатков, и это факт. Однако я не могу назвать ее плохой никак. И тем более, если вы любите такие игры, она явно доставит вам удовольствие. На этом все, я прощаюсь с вами. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. А если вы уже подписаны, то респект вам жесткий. И до встречи в следующих видео. Йоу!